Том Кроуфорд, профессор математики Оксфордского университета, разработал алгоритм определения лучшего футболиста в истории на основе численно взвешенных и объективных критериев, чтобы положить конец вечным депатам на эту тему. Модель данных основана на топ-10 лучших футболистов всех времен, надобранных в соответствии с определенными критериями, установленных Кроуфордом, и сравниваемых между собой по соответствующим статистическим данным на поле. Чтобы попасть в список избранных, игроки должны были иметь самые высокие показатели в семи категориях, включая трофеи, полученные со своими командами, международные кубки, аннотации для своей команды, голы в международных соревнованиях, количество золотых мечей, два как эксклюзивное требование, личные рекорды и факторы Z. Последний критерий включает в себя количество сезонов, в которых игрок оказывал значительно большее влияние на игровое поле, чем его сверстники за последние пять сезонов. Для достижения большей объективности модель использовала систему баллов для каждой из категорий, учитывая уровень сложности каждого из достижений и выставляя более высокие баллы тем, кто одержал победу в лигах разных стран. Футбольный мир уже более 10 лет разделен в споре между Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Португалец появился на мировой футбольной арене в цветах Манчестер Юнайтед в 2003 году. Год спустя настала очередь аргентинца появиться в футболке Барселоны. Эти два молодых человека уже в самом начале своей карьеры намекнули на зарождающееся соперничество. Ситуация еще более обострилась, когда Криштиану Роналду перешел в Мадридский Реал в 2009 году. К тому времени Лионель Месси уже был известным человеком, и болельщики называли его величайшим игроком всех времен. В течение следующих девяти лет эти двое довозили друг друга до предела. Однако, согласно расчету, новый игрок Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду занял первое место, опередив Лионеля Месси. Окончательный список Роуфорда с соответствующими оценками. Криштиану Роналду 100, Лионель Месси 94, Пеле 85, Ференс Пушкаш 57, Рональдо Назарио 52, Марко Ван Бастен 44, Альфреду Ди Стефано 37, Мишель Плотини 33, Диего Амарадона 31 и Йохан Кройф 30 баллов.